Весью как попало. Холодно в автобусе. Зайдите, посмотрите. Там ужас как холодно. Жительница Петропавловска Ирина Критская пользуется общественным транспортом почти каждый день. Добирается на работу и возвращается домой на автобусе. Ждать его на остановке порой приходится по 40 минут. Ну, как я и говорила, что автобусы грязные сами явились и теперь. Грязно, холодно здесь. Я сижу, у меня ноги уже примерзают к металлическому полу, мусор. И холодно. В автобусах все они грязные. И едешь, и потом дома не можешь отмыться от этой грязи. Брезвую я ездить в таких автобусах. Мария Некрасова, другая жительница Петропавловска, считает, 80 тенге за одну поездку в грязном и холодном автобусе – это дорого. Цена, по ее мнению, не соответствует качеству. Маршрутки порой переполнены, и вообще в них не уехать. Битком забиты. Это же вообще беспредел. И сидения ледяные, не сесть, не встать, ничего. Это ужас. Билет дорогой все равно. Потому что если бы зарплата достойная была, а зарплата у нас, даже вот в больнице работаешь, ну что у нас там 45 тысяч. Ну вот поездить на маршрутках, на автобусах – это очень бьет по карману. Все дорого. Руководство Ассоциации автотранспортный союз в курсе проблем с общественным транспортом в Петропавловске. Есть такие моменты, будем говорить, что в автобусах холодно, потому что дополнительные печи не во всех транспортных средствах установлены. Возможно, в целях экономии топлива. Потому что дополнительные печи – это дополнительные затраты на топливо. А топливо на сегодняшний день, ну, к сожалению, стоит очень дорого. Поэтому, конечно, есть такие моменты. Ну, еще надо учитывать тот момент, что у нас очень часто расположены остановки. То есть, по факту, транспортное средство, ну, проехав, бывает порой 4-3 минуты между остановками и опять открывает обе двери. В Петропавловске курсирует 320 единиц общественного транспорта. 270 выходит на рейс ежедневно. Стоимость летнего дизельного топлива в городе – 196 тенге за литр. Зимняя солярка стоит 278 тенге.